В Приднестровье сейчас меньше 50 участников Великой Отечественной. С каждым годом их все меньше. Это и понятно, ведь со дня победы прошло уже почти 80 лет. Но благодарность к ветеранам не уменьшается год от года. Даже наоборот, сейчас, когда рядом с нами снова идет война, их подвиг осознается еще ярче. Руководство компании «Шериф» в этом году снова поздравляет ветеранов с Днем Победы и дарит по тысяче долларов участникам боев и инвалидам Великой Отечественной. Такие же подарки фронтовики получили и год назад. А тех, кто защищал нашу землю от врагов, наш следующий сюжет. В ночь на 9 мая 1945-го он первым в Бендерах узнал. Подписана капитуляция. Конец войне. Победа. Виталий Бабак дежурил в городском военкомате. Ему позвонили из Кишинева и сообщили радостную новость. Через час об этом знал весь город. Передали, значит, что победа. Сходу-то давай пулей, с пулей, с пистолетом. Поднялись. Слышу, что в другом месте где-то стреляют. Кто-то стреляет. Уже народу много было в городе. Виталию Игнатьевичу в апреле исполнился 101 год. Он родился, когда еще не существовал Советский Союз. В Бендерах живет почти 80 лет. Почти все родственники в России. С ними ветеран общается по видеосвязи. Правнучка помогла освоить гаджеты. В 41-м Виталий Бабак был курсантом Рижского пехотного училища. Вспоминает, еще 20 июня ходили разговоры. Со дня на день начнется война. Ну, за два дня до войны нам в 4 часа утра подняли. Мы были в летних лагерях в Саласпельсе. Подняли. Потом, значит, прошли первый перевал, 5 километров. Комиссар говорит, что мы идем в Ригу занимать оборону. Не сегодня, а завтра война. В первые дни войны Виталий Бабак отличился, сбив из пулемета с колокольни собора в Риге вражеский мессершмитт. Потом участвовал в боях на Калининском фронте. Воевал под Оржевом. Трижды был ранен. И в 44-м получил назначение в Бендеры. В город он приехал в августе, сразу после освобождения. Застал Бендеры такими, как на этих кадрах. Центральные улицы в руинах. В районе железнодорожного вокзала дома пострадали меньше. Там Виталий Игнатьевич выбрал здание для военкомата. Процентов 80 было разрушено. Основная масса вот эта здесь. Это была линия фронта. А дальше туда вглубь, там были дома целые. Надо же было найти для военкомата здание. Тогда Владимирская улица называлась, Зержинского. Вот. Там в одном дворе нашли, значит, это, в глубине дома небольшой. Рапор разместились. Виталий Игнатьевич, как и другие пренестровские ветераны, к празднику получил денежную помощь от руководства компании «Шериф». Тысячу долларов в рублевом эквиваленте. Как и в прошлом году, деньгами поделятся с родственниками, которые купили квартиру в ипотеку. В Приднестрове фронтовиков и инвалида Великой Отечественной осталось меньше 50 человек. Тех, кто каждый день на фронте, рискуя жизнью, приближал День Победы. Деньги от руководства компании «Шериф» уже перечислили ветеранам на карту. Конечно же, мы еще раз хотим сказать спасибо нашим дорогим ветеранам за самое ценное, что есть, это за мир. И хотим, чтобы и дальше помнили их подвиги, чтобы гордились и уважали их. Одним из первых, ворвавшись в немецкие траншеи, в рукопашной схватке убил трех нем немецких солдат и вместе с подразделением удерживал занятые рубежи. Имя героя – Владимир Громов. Выписка из наградного листа. Это произошло в конце марта 1945-го. Тогда 8-я панфиловская дивизия оказалась в осаде при очередной попытке ликвидации Курлянского котла в Латвии. Два дня дивизия вела тяжелые бои. Кольцо окружения удалось прорвать и выйти к своим частям. Почти месяц в бою мы были. Нас было 400 человек, осталось 12. Вот такой вот бой был. Траншеи взяли в одну, вторую, потом удерживали это траншеи. Немцы в атаку идут, а я пулеметчиком. Эта фотография самая дорогая для Владимира Громова. Сделана в 43-м, накануне отправки на фронт. Второй юноша на снимке – Сергей Сериков, друг Владимира Ивановича. Из боя он уже не вернулся. Это мой друг. Мы вместе с одного котелка кушали, вместе все. И на фронт тоже вместе пришли. Его снайпер убил за пулеметом. Он у меня на руках умер. Владимир Громов начал войну в Ленинграде, а победу встретил в Прибалтике. Его оружием был легендарный пулемет «Максим». Несмотря на свои 95 лет, Владимир Иванович решительно настроен в День Победы возложить цветы на столичном мемориале славы. Деньгами, которые получил в канун праздника, поделится с родственниками. Внук, я говорю, ты на рыбалку ездишь? Ну, у меня мотоцикл, что ж, один динарный. Я говорю, покупай машину. Вот и я тут. В школу ходим. Особенно, когда начинается учеба, когда заканчивается учеба, обязательно. Фронтовик из Тирасполя Алексей Жданов до начала пандемии регулярно ходил по школам, рассказывал о войне. На фронт Алексей Жданов отправился, когда ему было 17. Получил повестку в 44-м году, сразу после окончания 10-го класса. Служил связистом, участвовал в боях на Прибалтийском фронте. Был ранен. Вспоминает свой первый бой. Это был штурм Инстербурга, города под нынешним Калининградом. Зима, зимой, снег. Речка проходит небольшая, но меньше, чем наш Днестр. И два моста, расстояние 3-4 километра, я там не измерял. Каким образом взять? Я на той стороне, зима, лед тонкий. Надо взять. Каким образом? Значит, отобрал 4 человека лыжников, лыжный батальон, был батальон лыжный еще в составе. Вот. Значит, что они делают? Значит, каким образом снять часовых? Ночь, вернее, так. Подкрались до часового на посту, сняли часового, короче говоря. Переодели с форму один, и пошел на второй стороне часовой. Делали, может, я на Сербург, делали бесшумно. Ни одной выстрел не было. После войны Алексей Иванович остался служить в Советской армии. Сначала в Туркменистане, там и женился. В 1974 году переехал с семьей жить в Тирасполь. Позвали сослуживцы. В Тирасполе он четверть века проработал в военкомате. Эй, с праздником! Моряка Константина Пуганова с наступающим Днем Победы сегодня поздравляли песнями. К нему под дом приехала полуторка. Константин Иванович служил на Черноморском флоте. Приехал в Крым в 44-м. Попал на линкор «Севастополь». Потом служил на крейсере «Молотов». Нас привезли в Севастополь. Как такового города не было, одни камни. Одни камни. Ничего нет. Вокзала как такового не было, все разрушено. Построили в одну ширинку. И так телефонный провод натянут. И так. Вот на такой высосе. И нам старший говорит, вот за провод не выходить, там мина. И вот так мы шли в учебный отряд. Матросом Константин Иванович видел Сталина. Во время приезда в Ялту он захотел осмотреть крейсер. На память осталась фотография. День Победы Константин Иванович встретил в Крыму. В отставку ушел капитаном второго ранга. Утром прибежал старшина рота Федотов. Мичман Федотов. И сказал, товарищи краснофлотцы. Тогда так назывались. Товарищи краснофлотцы. Война закончилась. Ура! Мы все повскакивали поэзии. У нас были койки двухъярусные. Набитые матрасы соломой. И матрасы подушки соломой. Мы встали, крикали и стали кричать ура. Их осталось меньше пятидесяти. Участников Великой Отечественной, которых живут в Приднестровье. Самому молодому 95 лет. Некоторым уже больше ста. День Победы будут праздновать по-разному. Кто-то обязательно пойдет возложить цветы на мемориал. Большинство 9 мая будут отмечать в семейном кругу. Но каждый из них говорит, День Победы для них самый главный праздник. Юрий Чанявский, Максим Кирьязов, Михаил Нестеровский, Александр Зелинский, Дмитрий Ягодкин. Отражение.